всем здарова всем здарова всем привет ну что ж вот очередной наш видосик сегодня вышел надо снять два видео пока одно одно будет еще на днях пришел значит бог вот такой чудный dc 15 плюс машинках вагах разных это volkswagen и skoda seat и audi все что касается вагов цель в этом блоке у нас сегодня отключить иммобилайзер который имморизировали им иммобилизировал но не бы иммобилизировал крепко закручена можно к ощущению что уже кто-то до нас его разбирал на какой-то неудачный герметик посадил или болты не родные закрутил ну что ж сейчас раскрутим узнаем что происходит внутри или все-таки ржавчина погрызла немощные болты короче понять потом сложно по первому болту а пока раскручиваю чтобы вам скучно совсем не было на всякий случай напомню потому что можем вам помочь с отключением иммобилайзера ключик привязать все это кстати мы делаем на расстоянии не надо машину к нам тащить никому вот пин повину пин по дампу прошивки можем установить краж погасить ключик привязать как я уже говорил сажевики игр и катализаторы вот так же курсы проводим есть хотите всему этому научиться и делать все абсолютно сами вот ссылочки вот сюда вот заходим ссылки у нас там все эти есть можно в общем то разобраться на нашем сайте я я думаю проблем особых не составит а если вдруг составит какие-то проблемы то вайбер ватсап телеграм заходим спрашиваем все расскажу все покажу а также не забываем о том что у нас есть на нашем сайте также форум где много абсолютно бесплатной полезной информации у нас также есть канал в телеграме тоже заходим туда тоже найдете что-то интересное вот наша отвертка а вот разбирать вернетик еще родной конечно можно было его разогреть на грелке потом разбирать но это в общем-то несложный поэтому мы его папа и готова вот он раз убран вот что у нас стоит в этом блоке в этом блоке у нас стоять должна и промка и флешка флешка вот не промка у нас где-то здесь должна жить если мне память не изменяет она меня похоже немножко придала майнин память не понял вот здесь стоит но это не то долго бы еще искал очень бы долго искал вот она 24 0 4 наша замечательная и пром вот она сразу же помечаем куда выходит у нас первый вывод а первый вывод у нас выходит к серединке в сторону флеша вот значит будем выпаивать правильно правильно так верно чтобы меня и тут было видно и только в камере мои руки вот есть решение отключения мобилайзера в этом блоке через флеш как я уже говорил есть решение через гипром а но будем скажем так сначала пробовать простой вариант решения и отрубать через гипром если вдруг не пойдет хотя это бывает крайне редко будем отрубать если хотите помочь вам отключение и мобил а вот значит будем решать этот вопрос через гипром q в общем-то метод проверенные многоразово проверенный сложность не составляет можно также через флеш как лучше под вопросом ну что ж давайте сделаем через флешек все-таки надежнее мне кажется потому что были нюансы одной и бронки было мало вата по этой причине значит когда мы будем выпаивать нашу замечательную флешку мы пожалуй подключим нашу замечательную паяльную станцию не понял что за дела удрали провода наши значит когда мы будем выпаивать нашу замечательную флеш можно конечно не выпаивая это все делать делать на месте но я сторонник делать через выпойку значительно и получается более как по результатам нанесем на микросхемы значит на нашу микросхему по кругу плюс потому что без этого собственно говоря никак ну да через флеш все-таки делать надежнее я подумал поэтому будем делать через флеш смысл какой машинку гонять туда-сюда блок сам отправлять принимать сделаем нормально сделаем через флеш и будем зато уверены в том что машинка будет обязана завестись здесь не заведешься это уже будет сто процентов вот поэтому 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 будем решать через флеш будем ее выпаивать для этого нам понадобится наш легкосплавки припой я думаю половинку на двоих пустить на две стороны или 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 давайте может быть на самом деле ешь попробуем немножко поэкономить разговор с одной стороны если будет мало добавим вторую половинку я думаю что может быть достаточно для чего я это делаю я уже во многих видеороликах рассказывал давайте целую не будем экономить лучше больше на сплавково припоя нашего сплава раза если говорить по правильному зато будем уверены в том что мы перегреем не плату и кварц который стоит рядом ничего это не то на чем стоит экономить правильно правильно вот и вторую клюшку разгоним со второй стороны можно конечно делать без этого вообще я не люблю я люблю делать хорошо и качественно вот нормально зато не будет перегреваться не плата ничего стоящие рядом вот наша радость вот тоже эти пинцет пинцет так я уже вроде выбрал очередное наведение порядка пришла пора делать я его не замечаю прогреваем аккуратно плату где стоит микросхемка наша flash немножко ей поможем отогревая паяльником все одно легче будет ему бедному главное как я уже говорил несколько раз не дуем на кварц вот собственно и все вот наша микросхемка ведь как она легко поднялась как это на самом деле не сложно все делает теперь приберем за собой здесь на платье собираем сначала вот эти все остатки нашего замечательного припоя соберем его также с нашей мелкосхемки вот все микросхемка наша собрана с нее все так положение пока на этот блок пока соберем все вот здесь а вот сеточка плёточка очень хороший исходный материал смотрю надо его еще покупать помогает собирать остатки трем и не поперек именно вдоль контактов почему это делать надо потому что если будем тереть другом движение у нас может дорожки помочь чтобы убежали с платы а нам это могут никаком формате не надо вот все отлично здесь мы плату почистили собрали почти ключевое слово почти до теперь собираем вот это все с нее остатки без этого никак и немножко ей спирт я не такие сюда же вот она какая у нас как завода даже круче то что завода она уже была окисленная здесь у нас гладенькая видеть какая прелестная особо получилось или особенная прелесть короче как то так вот на нее мы и запаяем обратно мелко схемку после того как она будет готова а пока а пока займемся а пока займемся тем что будем шить на нашем андроиде как видите обычно андроид ничего тут мудреного нету на нем мы зашли на сервер сервера запустили wizard прок что ж будем им дальше вот значит открываем наш файл с исправленной контрольной суммой говорим ему открыться окей и говорим давай пиши сюда записаться вот она отлично увидела саму микросхему стерла данные которые в ней были пишет все по верху то что надо по чистому месту и проверяет сверху все отлично но я сторонник как бы еще проверить разок вынимаем микросхему ставим на место выходим и говорим давай чекайся сверка топ 44 вот и говорим ему читай вид адаптера посмотрим все правильно микросхему надо поставить и говорим читай вечная борьба добра и зла интересное кино микросхема а м 29 в 400 бт ну да все верно надо спиртиком пройтись по ней еще раз прочитаться микросхемы почти как люди о попали и говорим давай сверимся правильно ли ты прочиталась все отлично оригинал у нас считался оригинал мы сохраняем флеш инворк кстати база у меня очень огромная по прошивкам уже отключенным иммобилайзера есть хотите всю базу поиметь обращайтесь я вам с этим помогу создаем папку c 15 в м плюс чик а м 29 f 400 bt подчеркивание оригами сохранен а вот наша микросхемка уже прошита готова контрольная сумма подсчитана конечно если будете прошивать используя допустим ту же кису не выпаяли микросхему киса вам это все сделает прямо на автомобиле но я не ищу легких путей я стараюсь сделать все до ужаса правильно потому что решение таким методом вопроса все таки надежный потому что время прошивки возможны какие-то нюансы где-то может быть плохой контакт где-то может сесть аккумулятор в автомобиле для варианта в общем то целый мешок и большая тележка поэтому я сторонник сделать хорошо и качественно вот можете присылать дворки к нам мы вам с этим поможем можете прошивки присылать мы их пересчитаем в общем то не вижу никаких абсолютно проблем сейчас будем запаривать микросхемку на родину смотрим куда выходит первый контакт включаем паяль станцию которая пока греется вот как я уже говорил располагаем микросхему чтобы ей было удобно сейчас заодно вам покажу как я их запаиваю я это в принципе показывал уже в других видеороликах видеокроликах но люблю я паять что тут поделать паять не перепаять все правильно я говорю вот я так считаю поэтому в общем то будем паять пока паяльная станция греется так эта штука нам уже пока что не надо заканчивается ай-яй-яй надо новую покупать сеточку плетеночку ну да выхода другого нет сегодня надо заехать будет приобрести вот эту машинку сделаю вот этот билочок тоже кстати выйдет в ближайшее время это крафтвер ну что ж будем пожалуй ее запаивать оба на так что мы делаем сначала делаем чтобы видно было свет хорошо правильно без этого мы абсолютно так располагаем микросхемку чтобы она равномерно стояли контакты подали намекать на плату вот и смотрим с другой стороны выставляем тоже ее ровненько чтобы она стояла вот так раскатаем по дорожкам вот она ровненько стала что будем запаивать ее так называемой волновой пайкой хотя я не очень сильно люблю двигаем ей по верху микросхем по контактам главное не тяните по дорожкам вот то будет совсем не радостно и осталось еще некоторая сопелька такая на хвосте и гоним в эту сторону я уже говорил ранее двигаем паяльником ни в коем случае не по дорожкам на плате потому что их раздираете очень даже легко двигаем по микросхеме а почему по микросхеме потому что так надежнее и не прижимаем только сильно кстати вот такая штука ссылка внизу тоже есть под видео на продавая на китайского хорошего вот очень классно собирает припой вот собственно говоря и вся пайка единственное что надо перепроверить и с этой стороны красиво все легло да с этой есть некоторые нюансы поэтому мне не нравится волновая пайка лучше делать вот так вот каждый контактик по отдельности полновая пайка конечно красивая простая все легко пробежался и готова да может быть даже быстрее чем каждый контактик по отдельности но по результату у нас качество не самое лучшее такое ощущение что припоя жалко нам же не жалко хотим сделать хорошо машинку она поехала нам уже не вернулась с этой поломкой сделано хорошо вот эти места которые он новой пайки мне очень нравится сторонник пропаять нормально вот вот теперь совсем другое дело мне так больше нравится паять я уже говорил в причине того что знаешь когда паяешь именно не волновой пайкой все каждый контактик по отдельности зато знаешь что припаяно хорошо качественно и как говорится везде определенное нужное количество припоя лежит а не то что какая-то холодная пайка где-то что-то задергалась завибрировалась во время езды и у нас контакт пропал по результату машина где-то стала и хозяин остался очень недоволен сделанной работой потом будет больно а-та-та нам это не надо не надо поэтому делать мы будем хорошо вот видите как запаяно круче чем с завода вот контакт один я тоже немножко распаял мне очень сильно нравится о теперь другое дело теперь чистой совесть блок можно собирать а вот а пока я собираю блок на всякий случай вам напомню что можем вам помочь с отключением иммобилайзера пин по вину пин по дампу прошивки краж погасить в разных блоках управления аппаратный и программный любой ремонт блоков управления можем всему этому научить ссылка на курсы у нас на сайте на этом нашим замечательным вот заходите найдете обнаружите что еще можно сказать в принципе наверное было бы неплохо подписаться к нам на канал если вдруг ну мало ли вдруг также было бы хорошо нажать на колокольчик получать извещение видосов своевременно потому что не всегда приходят извещение есть колокольчик не нажали да также заходите на наш форум на наш канал телеграме ссылки все это есть найти проблемы особо не составит было бы желание да вот почти докрутил наш замечательный блок давайте что-нибудь еще договорю пока полезный вот ну что ж ладно уже докручу без слов подписывайтесь на канал какое отключение белайзера в комблоке хотели бы увидеть пишите у нас на канале до скорых встреч пока пока